Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в этом цикле роликов я рассказываю о мировоззрении, которое легло в основу моего научно-фантастического романа темное твое, но сферного мировоззрения. Вот как выглядит обложка романа. Ссылка, по которой электронную версию романа можно будет приобрести, будет под роликом. Напоминаю, в прошлом ролике мы коснулись вопроса о том, что то, что наша физическая смерть, это еще далеко не конец всего, допускали даже великие ученые. Конкретно мы остановились на отзывах об этом Альберта Эйнштейна и Владимира Вернадского. Но также я тогда подчеркнул, что особо хотел бы остановиться на работах Рэймонда Моуди. Поскольку именно он первым ознакомил общество с совершенно научными данными, дающими все основания считать, что со смертью нашего тела наша с вами жизнь далеко еще не кончается. И думаю, нам пора приступить к этому разговору. Напоминаю, он детально это описал в книге «Жизнь после жизни». Эта книга вышла в 1976 году и сразу стала, наверное, самым большим научным скандалом 20 века. А затем была еще одна книга, наделавшая, пожалуй, даже еще больше шума. У нее почему-то два названия – «Возвращение назад» и «Жизнь до жизни». Правда, эта книга вышла намного позже, в 1990 году. И в ней детально рассмотрена не только возможность жизни после смерти, но и возможность реинкарнации. Но и, понятно, опять на совершенно научной основе. В первой книге Рэймонд Моуди детально рассказал о видениях людей, прошедших через клиническую смерть. И прежде всего, о так называемом опыте «Вне тела». Это теперь официальный научный термин. Самое главное в этом опыте, что он великолепно поддается исследованию научными методами. А значит, это позволяет безусловно доказывать, что данные видения не являются галлюцинацией. Но это мы детально рассмотрели уже в предыдущих роликах. Поэтому здесь я хотел бы остановиться на возвращении назад. Главным в этой книге является то, что в ней Рэймонд Моуди первым, без всяких, как говорится, двусмысленностей, рассказал о так называемом регрессивном гипнозе. Рассказал широкой общественности. Вообще, название регрессивный гипноз я считаю не самым удачным. Хотя оно сейчас тоже уже стало официальным научным термином. Дело в том, что это явление намного сложнее, намного глубже и намного многограннее. Но об этом, надеюсь, мы с вами поговорим позже. Главное же в регрессивном гипнозе то, что он якобы позволяет пробудить память о прежних жизнях. Интересно также, что пробуждение данной памяти возможно не только с помощью профессионального гипнотизера, но и самостоятельно. Ее можно пробуждать в ходе так называемого аутогипноза, ну или самогипноза по-русски. Кстати, именно такой аутогипноз, кратко описал Иван Ефремов в романе «Час быка». И на мой взгляд, здесь особо интересно то, что его применяют как главная положительная героиня романа Фай Родис, так и главный отрицательный герой Чои Чагас. Но понятно, что в этом романе Ефремов был вынужден напустить слишком много тумана и ничего не раскрыл детально. Одна из самых древних методик такого самогипноза состоит в всматривании хрустальный шар. Лучше огранённый. Вот вроде этого. А вот как он выглядит в полном размере. И здесь возможны различные варианты такого всматривания и таких шаров. Что и подчеркнул Иван Ефремов в романе «Час быка». Вот одно из этих описаний. Фай Родис стало так быстро, что Чои Чагас весь подобрался от неожиданности, как хищный зверь. Но она только прикоснулась к хрустальному шару, заинтересовавшему её своими особенными цветовыми переливами. Эти годальные шары для аутогипноза умели делать на Земле только в Японии. Пять тысячелетий тому назад. Древние мастера вытачивали их из прозрачных естественных кристаллов кварца. Главная оптическая ось кристалла ориентирована по оси шара. Для гадания нужны два шара. Один ставят осью вертикально, другой горизонтально. Как ваш Тор, ваша планета, где же второй шар? Остался у предков на белых звездах. Возможно, равнодушно согласилась Родис, словно потеряв интерес к дальнейшему разговору. Впервые в жизни председатель Совета Четырёх ощутил необыкновенное смятение. Он опустил голову. Несколько минут оба молчали. Вот краткое описание сеанса медитации Фаи с таким шаром. Родис убрала зеркало, сбросила платье и легла на диван, расслабив тело и уставив взгляд на синеватый чуть светящийся шар над головой. Она оставалась в неподвижности около трех часов, пока в системе концентрических кругов на потолке не загорелась желтая точка и не раздался слабый звон. А вот краткое описание сеанса Чуя-Чагаса. Чуя-Чагас протянул руку к шкафчику, нашарил тайную пружину и извлек из выскочившего ящичка шарик пахучего черного вещества. Он положил ее в рот и медленно жуя, уставился в глубину хрустального шара. И нужно сказать, что подобных намекающих или полунамекающих эпизодов в произведениях Ивана Ефремова очень много. Но увы, понять их могут, только посвященные к теме. Но надеюсь, теперь посвященных будет намного больше. Во всяком случае, я уж точно через интернет буду способствовать этому. Интересно, что в эпизоде с Чагасом показано, что он не просто обсматривается шар, а использует в качестве стимулятора психоделик. В лезвии бритвы в введениях таежного охотника Серезнева. Иван Ефремов, кстати, описал эту психотехнику детально. У Ефремова в качестве психоделика, в этом романе, используется ЛСД. Но, повторяю, таких методик науке известно уже очень много. И не обязательно с использованием хрустального шара. В лезвии бритвы Ефремова он, кстати, не используется. Равно как психоделики могут как применяться, так и не применяться. Ну, впрочем, думаю, это уже и понятно из того, что я сказал раньше. И известно, что доступ к памяти о прежней жизни, или точнее к избыточной информации, как это также называл Ефремов, эти методики обеспечивают приблизительно у 90% людей. И еще специалисты вообще-то не советуют использовать аутогипноз с самого начала. В начале этой психотехникой все же лучше овладеть под руководством опытного специалиста. Да, это и понятно. Человеческая психика, да и сознание вообще, вещь далеко не безопасная. На этом я, пожалуй, сегодня закончу. Продолжим разговор в следующих роликах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok